всем привет продолжаем писать игру крестики нолики на двух языках на языке си и на языке питон вот если вы не в курсе о чем я вообще посмотрите предыдущие видео потому что честно говоря я запыхался писать и там и там и чтобы это видео еще не было очень длинным и так меньше разговоров переходим к делу прошлый раз мы нарисовали поле давайте запущу кого-то на поле теперь нужно научиться обрабатывать клики потому что надо кликать здесь и рисовать крестик а тут нолик крестик ноль или х о х о о х вот так пресса некий я нажала некий ну вот они кей вот так и так что что надо сделать дайте-ка подумать дайте-ка подумать подумал и решил надо добавить обработку кликов мыши так делать это бы вот здесь вот здесь будем все вытягивать но соответственно если кликнули пользователи кликну то он здесь должен мы здесь должны это все словить так что для этого надо для написать if и если event . type type равно sdl mouse button down смотрите как я сделаю я сделаю так на когда он нажал и отпустил то есть будет реакция на отпуск на релиз так вот но чтобы не было такого что знаете вот чтобы это было полноценное нажатием в этом окне и отпуск то мы проверим на mouse down и на mouse up вот потому что мало ли знаете нажал в одном окне отпустил другом начнется всякая беда вот так mouse да и ап вот так вот что еще надо чтобы понять что мы нажали и в процессе мы сейчас должны отпустить я короче заведу вот такую вот переменную так давайте это вот сюда чуть-чуть вы тут я заведу это будет переменная клик и на прогресс равно 0 и давайте я сразу веду две переменные int mouse и кс позиция мышки по иксу и позиция мышки по и греку есть теперь если не ну если 0 короче если на нажатии не в прогрессии нажали кнопку то возведем этот флажок единичку а тут если в процессе и нажали то в нолик вот как бы сбросим и вот здесь когда мы нажали кнопочку нам надо собственно говоря поставить крестик или нолик так так давайте я сделаю это первым делом надо получить координаты мыши get mouse state get mouse state вот сразу передадим переменную куда у нас запишется координата x и куда запишется координата y есть вот тут мы получим координаты дальше надо определить будет что это какая линия и какая колонка на по нашим поле ведь у нас есть 0 0 9 3 на 3 9 короче всего 9 3 на были не буду вдаваться в подробности это видео будет долгим видео не об этом поэтому делаем вот так молча беру и определяю линию той тут не x а y делим на на размер поля а какой размер поля я надо завести переменную и это у нас будет и делим и таким образом мы получаем номер линии и номер линии и номер линии и номер линии и колонки а тут берем x вот есть дальше а теперь давайте сделаем вот так сразу же попробуем поставить крестик и нолик если у нас наше поле field data берем line roll если там нолик стоит то то что это означает значит там нету ни крестика ни нолика знаешь нам нужно что-то туда записать а чтобы записывать запишем так есть давайте если единичка то это наверное пусть будет крестик а если двойка не давайте единичка крестик а минус единичка нолик вот но тут у нас встает вопрос надо для игрока какой конкретный игрок это поставил так а все все просто все легко и просто элементарно товарищи заведу к я такую переменную которая будет означать текущего игрока current player вот int current player равно 1 вот и давайте сразу же заведу это на а потом так то есть положительное число это игрок один положительно это добро а отрицательное число это зло получается соответственно игрок который будет играть крестиками он даже не будет подозревать что он играет за добро а тот который ноликами за зло ведь один это положительное значит положительный персонаж а минус один этот отрицательный получается персонаж есть над чем подумать но да ладно это будет секретом и тот кто играет он достоверно не будет знать за добро он играет или за зло так соответственно если нолик ставим туда текущего игрока единичку и умножаем на минус один так будет проще чем два три вот соответственно следующей итерации ставятся нолики есть теперь смотрите что надо у нас есть draw field теперь нам надо сделать так вот мы рисуем поле а теперь нам надо нарисовать в зависимости от этих значений нашего поля нам надо нарисовать нарисовать крестики нолики ну давайте-ка я сделаю for int line равно 0 пока line меньше 3 3 трассы сделаем плюс плюс line и второй цикл заведем это пробежимся по колонкам вот так вот raw 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 есть и если field data будем проверять так тут raw если равно 1 то рисуем рисуем крестики да у перед проверим иначе если здесь у нас 0 то нарисуем давайте сразу я напишу draw cross вот так вот перед дам сюда line и roll а тут будет дров зеро так и назову зеро лайнер теперь надо эти две функции написать и на сегодня на этом закончим так воет кросс и и чё а зеро есть сделаем реализацию этих функций ой как долго тут всего писать до пиатоне как-то проще правильно так теперь кросс давайте напишем draw cross заводим перемену int x равно row умножить field size int y равно line умножить field size есть теперь надо небольшой отступ сделать чтобы она не прям через все поле шло увидите короче и пишу у меня есть функция draw line о цвет кстати сразу заведу цвет конст с color это будет cross line color так cross line color и он у меня будет будет вот такой я тут на бумажечке записал себе ну как на бумажечке в блокноте давайте тогда сразу зеро лайнку до зеро зеро укола вот а зеро укола это будет 255 вот так красным цветом так так теперь рисуем же нашу эту этот кросс так беру draw line и что мне тут надо мне тут надо x плюс и венд есть дальше y плюс отступ дальше x плюс field size и минус отступ дальше y плюс field size и минус и минус отступ и цвет кросс line и делаем копипаст и в этом копипасте вот здесь x плюс field size минус вот это дальше y плюс так дальше тут плюс отступ а вот здесь в игреке так вроде бы вроде бы да фух есть теперь 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 надо нарисовать кружочек с кружочком будет посложнее дело в том что для того чтобы нарисовать кружочек в sd или нет готовой функции которая будет рисовать кружочек поэтому придется ее написать сейчас поставлю на паузу и сделаю эту так есть вот такая функция которая будет рисовать кружочек в виде какая точное число это я по памяти помнил его до 3 14 15 ну и все такое короче вот функция которая кружочек рисует так теперь есть кружочек и все вроде бы все так draw draw проверяем глазами поле рисуется а давайте попробуем запустить по идее должно работать да по идее должно работать и вот оно сработало где-то допустили ошибку вот оно минус 1 и так попробую кликнуть крестик нолик крестик нолик крестик нолик крестик нолик крестик дальше кликаю не отрабатывает потому что там уже есть значение все сейчас пойдем в питон и сделаем там тоже самое в следующем видео определим кто вы играл и напишем и так сколько у нас тут строк уже кода 200 строк кода норма ну можно здесь поужиматься не столь важно но тем не менее уже за 200 строк кода перевалили хорошо что что ответит нам питон идем в питоне в питоне все по-прежнему меньше 40 строк кода ну да ладно сейчас сейчас будем это все делать все это писать и все увидим так короче а что какие меня тут переменные есть field size у меня нету давайте сразу field size это будет вот так вот делим на 3 правильно правильно теперь мне надо цвета линии забацать забабахать это будет вот так вот то есть грубо говоря происходит копипаст то есть тут даже не было цели писать чисто по питоне че вот просто опишем как есть дальше current player есть current player есть а тут еще поля даже нет а ну да все чет все правильно поле не надо еще поле забабахать current player 1 и field data field data у нас будет просто такой список список из списков до ну грубо говоря как и здесь здесь массив массива там список списков есть есть теперь что надо сделать надо написать функции а а а а а вот у нас поле рисуется так так давайте сразу добавим обработку мышки а если обработка мышки то значит что у нас там было за переменная еще а вот кликин прогресс mouse x и y точно точно это все пойдет вот сюда кликин прогресс фолс маус x и y по нулям теперь делаем обработку мы событием мышки в первую очередь и так и так так подождите наше поле не пронициализировано что для этого надо для этого надо написать функцию деф клир будет очищать данный клир гейм да то кстати там тоже сейчас и сделаем и так global что такое глобал это field data нам надо доступиться к глобальной переменной дальше field data равно очистим список и пробежимся в цикле и заполним его in range 3 итерации дальше field data append и заполним его нулями 0 умножить на 3 вот так такое же добро короче надо сделать вот здесь давайте чтоб я не забыл clear data clear game data сделаем вот точно то я чуть не забыл это функция когда мы закончим играть ну короче когда кто-то выиграет а в этой функции будет очищаться переменные так запустим три цикла int и равно 0 и меньше давайте не и а без разницы пусть и тут тут что сейчас роли не играет меньше трех плюс 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 и и делаем то же самое такой же цикл так и йод 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 и field data и йод равно нулю очищаем вот все ну уже 212 строчек ой чё это дело так есть очистили clear game data это мы запустим перед самой игрой про инициализируем список кстати тут тоже это сделаем перед началом вот так вот так идем теперь добавляем непосредственно обработки наших кликов так так значит 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 что надо для этого кликин прогресс переменную завел или нет не зовет где у нас а вот у нас события это проверяем на выход дальше теперь если кликин прогресс энд и в точка тайп равно пай гейма ма с большой буквы маус баттон даун то клик прогресс равно true вот никакой если мне не прогресс еще да есть еще не начали нажимать вот а тут если начали нажимать и кнопку отпустили то false и вот здесь теперь надо получить что до координаты вон маус x маус x и маус y получаем координаты получить можно их легко пай гейм дальше маус дальше get get позиция все получили координаты дальше все то же самое line равно маус y разделить на филд сайс и роу маус икс сейчас так маус икс разделить на филд сайс дальше все аналогично как и предыдущем проекте делаем филда дата проверяем line дальше проверяем роу если равно нулю то current player я завел или нет равно current player да и current player умножить равно на минус один вроде есть вроде есть теперь это все добро надо нарисовать так переходим draw draw field до тяжковато я вам могу сказать когда вот так сразу и там и там ну и чё чё делать надо же довести до конца так устраиваем такой цикл линия line и нм рейд филд дата филд дата потом второй цикл давайте скопирую чтобы быстрее было р тут value и line так два цикла и теперь если у нее привычка если value равно 1 то draw cross кстати этой функции нету сейчас надо напилить линия роу line и if value равно минус 1 то draw 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 0 так линия gear пилим теперь эти функции но тут конечно ну конечно же будет попроще деф вот так вот и и вторая чё у нас было деф zero так так дальше теперь что мы там кросс рисуем так делаем как там делали x равно так давайте ров а тут line скопируем скопируем так дальше x равно ров умножить на филда сайз аналогично будет y равно line отступ in дэнт дэнт равно 10 и и вызываем по и гейм draw line и все скрин дальше так а кросс лайн оба есть цвет дальше координата первая x x плюс отступ теперь y плюс наш отступ дальше координата вторая x плюс field size и минус отступ и y плюс field size и минус отступ и и ну и тут ширину линии просят указывать вторая линия вторая линия у нас тут x плюс field size минус дальше y дальше x плюс отступ и y плюс отступ минус вот вот так вот есть теперь почти таким же образом нарисуем этот радиус круг радиус у нас будет field size делим на 2 и минус 10 и pygame the row circle screen дальше цвет а какой цвет zero color вот он да есть перемены zero color и x плюс field size делим на 2 и дальше указываем радиус и дальше указываем ширину линии чё за лайл лайн вот и так кажись кажись все так друг 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 давайте ка я запущу shift f9 раз 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 четко четко все работает у голова уже идет кругом а ну-ка контроль f5 и тут shift f9 теперь смотрим вот у нас написано на языке си и на питоне все четко все одинаково все красиво и все пока хорошо смотрим питон уложился 90 90 строк кода язык си уже 213 фухах то ли еще будет но на сегодня все ребятки спасибо за просмотр ставим лайки это очень и очень важно очень важно чтобы продвигалась чтобы развивался канал ставим лайки делимся комментируем там и все такое кучу всего подписываемся на трех каналах на рут тубе на яндекс цене и на youtube ну а на сегодня все всем спасибо за внимание всем пока